Бывают, конечно, на турнирах зарубы очень напряженные. К сожалению, финал нижней сетки на данный момент это не из таких заруб. Но вот если вы в паузе между играми от экранов не уходили, то вы наблюдали за зарубой, победителем в которой вышел InMate. Вообще легкая. Вообще, да, нормально. Сравнил имитатор и аналитик. Ну, конечно. Уважаемые люди между прочим. Конечно, да. Потому Лекс сюда к нам и не приходит, да? Это так. Здесь, вы смотрите, Форс бывает, Малыш Тором бывает, Диман, Я, Нэс, Смайл. Нормальные пацаны еще. Все, наверное, пацаны здесь. Да, Лысый, ты, Кристалл Мэй. На самом деле, он может играть всех, кроме, собственно, Лексы. Стоит задуматься. То есть адекват даже монолитики были. Адекват и Морталиски были, конечно. Да, да, да. Но не Лекс. Задумайся. Ладно. Он сейчас это смотрит, поэтому, когда придет сюда, посмотрим, что Леша ответит. Так, третья карта. Гамбит Альянс. Зависит ли что-либо вообще от драфтов? Определенно. Просто, честно, сложилось такое впечатление, что там неважно, какие бы были герои у них в пиках. Так, если бы они так играли, то все бы однозначно закончилось со счетом 1-1. Так нет. Том-то и фишка, что от драфтов очень много зависит. Просто почему-то команда игнорирует очень простые стандартные вещи. Ты берешь Вайда. Что у нас есть против Вайда? Винтерверно. В первой игре забрали под Вайда. В второй игре забанили. У нас это не последний герой, который его контролирует. Есть так, Стирена. Но кто ее играет? Они не хотят ни первые, ни вторые. И ты можешь любого героя, там, против Алхимика можно было что-то сделать, и против Вайда можно было что-то сделать. Но они играют стандартно, более-менее ничего не выдумывают и получают потом по лицу раз баш, два баш, три баш. Дмитрий, если забывать такие элементарные вещи, можно в доту выигрывать? Сложно. Последние игры, где мы видели противостояние Войда против кого угодно, против команду, которая не цейла, почти всегда выигрывал Войда. То есть мне на самом деле уже немножко трудновато смотреть игры, где он просто эту трансферу кого-то убивает. И видно, что команды начали пытаться контрить его Личом, который вешает армор. Но помимо героев Аля Лич, есть еще и другие супермощные сейверы, названия которых мне уже лень говорить, которые реально спасают вообще в любой ситуации того, кого накрывает трансферой. Мы ждем появления этих самых героев, прям, причем желательно в первой стадии, как только команда видит Вайс Лис Войда. И их надо пикать, отказавшись от Лича, получается? Нет, Лич хороший, кстати, вариант. То есть Лич такая золотая середина между дэмэджем, потому что и дэмэдж он вносит, и контроль у него имеется, и щит в комбинации с Глимером довольно-таки неплохо защищает и от магии, и от физы. Но он, конечно, портит жизнь, тут не поспоришь, но вот сколько раз мы видели драки за этот турнир, когда Лич кого-то сейвил в куполе Войда, Войт все равно пробивал в конечном итоге. Секунды, может, на три побольше ему нужно было для этого на четыре, но факт остается фактом. Лич не спасает героя. Я сейчас плей не драк, я вообще, в принципе, Лича не видел рядом, он был где-то сзади, и просто не успевал подойти к союзнику, чтобы кинуть щит, поэтому... Такое тоже бывало, да. Алхимик против Герокоптера и Войда. Вот что у нас сейчас будет. Еще раз Алхимик. Алхимик против Войда и Герокоптера. Не знаю, я вижу Войда, потому что уже в бане Шадо Демона, Винтер верно. Уже два сейвера в бане. Заедет аппарат. Причем Войда убивает и Герокоптера, и Алхимика в Лейте, если он оденется. Причем, онлайн сыграли Алхимиками, и не вижу смысла им брать Алхимика и сейчас. Они играли с Магнусом, это тоже было как бы прохладно, и не вижу смысла им брать Магнус, но они в нем видят смысл Фестлис Войда. Добро пожаловать. Добро пожаловать. И умни на это. Все очень уверенно. Причем, ну, как бы... Причем за место. Ничего не изменилось-то вообще, да, в прошлой игре. Нет, сейчас, возможно, появится там такой джиггернаутом и так далее, то есть, типа, герой не как Алхимика, который подраться может пораньше. Может, да, но это не решает вопрос тем, что умни на это кастует ГА, и Алхимик дамажит только Рэддинсом. А физурон не проходит. Это как бы не меняет общей картины. А если берем джиггернаута, и он собирает нулифайр, то как бы нулифайр он собирает нескоро. Ну, слушай, возможно, они верят. Посчитали, что ошиблись где-то в другом. Возможно, они сейчас такие подходят к Ника Бэйби и говорят, так, друг, ты собираешь БКБ, не Манту, не Тавар. Тавараску, ты сначала собираешь БКБ. Возможно, они сейчас ведут с ним воспитательную работу. А он такой, нет, друг, я не оправдываюсь. Просто я твое БКБ вертел. Против Войда, тем более, с Омником. А мы вот Манте, кстати, времени уделили после второй карты. Почему это была ошибка? Кому? Почему собирать Манту, это была ошибка на Алхимике? Потому что он ему ничего не дает. У него четыре героя, которые не дамажат. И нужно было кому-то дэмэш носить. А Манта — это не самый ДПС-чертифакт для Алхимы. Манта — это скорее на фарм, но с фармом проблем у него не было. То есть у него как бы и так фармят очень быстро с Эмпауэром. А тут он еще и Манту собирает, чтобы еще быстрее фармить. Это неплохо. Линии толкаются, он набирает Нетверс. Ну а кто выиграет замес? Кто будет убивать людей? Явно не Лина, которая там страдала всю игру. И была по Нетверсу, по-моему, ниже Рубика. Ну, явно не она. Поэтому, что сори. Надо кого-то забанить. И вот вопрос в том, что они выберут. То есть что у нас сейчас было? Лич был? Лина была? То есть такие герои, которые не особо мешают. Ну, я за Даззла. Я за Даззла для Лайв. Нормально банить. Даззл очень сильно с Алхимиком. Он вообще одна из лучших синергий в Доте. На мой взгляд, на месте гамбитов я, возможно, Даззла и забанил. Потому что Даззл реально... Ну, хорош. То есть Алхимик, если врубает ульт, и если на него ставится хроносфера, и его будет всю семью, он все равно получает грейв. И как бы с лоу-хп он просто отхилится. Ну, а ульта Даззла что-то вроде АОЕ в Солар Креста получает? Да. И Даззл так-то в замесе приятно стакается с Алхимиком. Конечно, не самый лучший герой против Умни Найта, потому что, опять же, под ГА эффективность минус арморов снижается, но он хорош как Север. Он, я бы сказал, даже будет получше, чем Лич в такой ситуации. Подытожим. Нужен Слардар. Для кого? Для Альянс. И он тоже будет смотреть на Гаомика. Все так. Они дадут в пауэр, В этом суть. Слардар нажмет Коррозив Хейс, и всю эту команду от Контр и Томни Найт, нажав одну кнопку. И они будут носить нуль урона в Га. Может быть, Дмитрий. Может быть. Идеально. И Слардар будет еще одним миличником против Войда. Так да. Ты начинаешь улавливать смысл. Да. Потому что не было ни одной причины, видя Омника и Войда брать Алхимик, но они это сделали. Плюс один. Поэтому мы идем дальше просто и доводим до абсурдности. И добираем больше героев, которые здесь не нужны. Да. Причем Гамбитам, по-моему, даже менять ничего не надо. Так они не меняют. Сейчас еще грим можно будет добрать. Кстати, они молодцы. Они дазл забанили. Хорошо. То есть Гамбитам вообще ничего менять надо. Просто пикает то же самое, потому что это сработало отлично. И оставляй ГПК Ласпик. Это вообще идеальная ситуация, когда ты получаешь Войда и Омника, причем не первым пиком, а вот после ферст-пика противника, у тебя сейчас остается Кор, который шикарно себя чувствует под Войдом и под Омником. Есть герой, который пойдет вперед, при нем примет урон. Есть тот, кто законтроль сквозь БКБ. Есть Хевельный Грейс. Это хороший такой спел на любого Кора. Ига. Это просто защита от физики. Любой Кор для ГПК, и он заливает соляру. На четвертый пик у Гамбита на предыдущей карте был Гримстроук. Почему именно этот персонаж? Потому что это популярная довольно-таки связка с Рубиком. Да. Надо было у соппортов. Плюс это хороший лайнер как с Омни Найтен, так и с Войдом. То есть можешь угодно их ставить. Рубик 4, Рубик 5. И когда бегает толпа милищников, очень удобно связывать ультимейтам, очень легко дамажиться их щитом, приятно закидывать первый спелл. Строку Фейт, вроде так он называется. И он просто приятен против толпы милищников. Гримстроук хорош. Чем-то напоминает Джакира? Или Лича? Лайн задумались. Есть над чем. Но у них такая ситуация неприятная случилась. Да, если ты на них смотришь. Им реально нужно сейчас что-то менять. Что-то наш пик напоминает. Неприятная ситуация случилась. А в чем причина? У противника Войд. Ну главная причина, это ты, как говорится, авторяя всей твоей мечты. То есть это Магнус. Не поверишь, ехал вчера с работы и в такси играл эту песню. Так да. А знаешь, что я пел? Ты? Нет. Ну слушай. Ну ладно, они сделали полу работы. Это лучше, чем Лич. Это эволюция. Это определенно лучше. Они догадались. Они развиваются, Дмитрий. Они пущатся. Я про то, что они взяли героя, который мало того, что тебя сэвит в хроносфере, так это еще крутое связка с ультимейтом Алхимика. Это самое приятное, что у него пурш есть. То есть ты можешь снять Га теперь. Ну, Oracle, респект однозначно. Наконец-то хоть кто-то начинает понимать вообще, что делать против Fastless Void'a на турнирах подобного уровня. И Oracle решает очень много вопросов. А вот это 33-й. Знакомься, это мой друг. Да, он выехал за Рубеном и Гриммом, и за Омни Найт, и за Вайдом. Он еще показывает вижен Магнусу, которому будет попроще ворваться. Показывает Алхимику, в кого заряжать банку, иначе Алхимик снова может достануть сам себя. И теперь Пиколайнс напоминает, похож на что-то адекватное, на что-то такое. Похоже на что-то, что должно было быть во второй игре, это хотел сказать. Ну, или так. Да, тогда вернемся к тому, что у нас снова ситуация, в которой будет стоять Лим против ГПК, и пока в первой игре ГПК, скажем так, сам нафейлил, в второй игре он сам не нафейлил и выиграл свою линию, хотя должен был и в первой игре выигрывать. Не будет это ситуация сейчас, что если их оставить соло на соло, а как такое может случиться, то он здесь затащит. Ну, у него по-прежнему ситуация «Возьми кора, которого нельзя каунтерпикнуть». Так у него лас-пик. Ему вообще хорошо. Так лас-пик у Гамбитов. Ну, так я и говорю. Я говорю про Лимпа. То есть ему сложно. ГПК так-то я уже не сомневаюсь в его действиях, потому что он, ну, вот один раз он ошибся, копаю, да? Ну, окей, реабилитировался. Лимп, в свою очередь, на линии наошибался больше, чем один раз, и он... То есть по игре особо не в слух, поэтому Лимпу лучше взять что-то... Ну, опять же, универсальные, опять же, все мысли о линии, которые будут давать лагуну, и здесь как бы проще занимать позиционку. Но отмечу, что в этот раз ОД не забанен, и лично мне ОД всегда нравился против Умнинайта и Фосилисвойда. ОД хороший и против Оракола, потому что чего спрятать? Ну, и Сталкер, конечно, плотно будет решить. То есть просто ОД, он и Оракол, если что, подсевит, и Алхимика подсевит, ему поровну на ГА, он просто лупит в это ГА и как бы продолжает бить чистым уроном, он реально крутой. Единственный минус, его можно неплохо так закрыть по стороне Гамбит, но он реально крутой. Да и на Лину надоело смотреть, то есть она уже надоела появляться. Я вспоминаю старую добрую мудрость из павы, если у тебя не ласпик, то можешь сразу брать Лину, потому что ты все равно не будешь иметь ласпик, а адекватная команда будет иметь ласпик, и их мидер будет закрывать твоего. А в Alliance идей там мало, смотрите, они все резервное время потратили. Ну, видимо, и шаль какие-то важные для себя моменты, вопросы. То же самое, короче. Пришли к ОД. Пришли к ОД? Ну, шо, ну, шо, Митя Лина? Еще варианты есть? Хорош, но очевидно, арквард, но все вот это стандартное. Если бы там кто-то был, какой-нибудь Миркл, возможно, я думаю, было бы арквард. И это вообще проблема. На самом деле, бурда пока не так плоха, если бы не ласпик, если бы не ласпик, у Гамбит много, что было бы неплохо, но это Гирогоптер. Такой проверенный временем. Так, а как фарм делить? Надежный. Ну, Мит, Гирыч стоит фармит, сложный на Сталкер, легкий алхимик, все стоят, что-то делают, потом уже на Сталкере пытается спейскреить для всех остальных, алхимик дарит Аганим. Гирыч, и поехали воевать. Ну, Гирыч нужно будет немножко пострадать какое-то время, но потом, возможно, алхимик купит ему Аганим, и жизнь Гирогоптера наладится. Да, ну давай так, герой в мид против Гирыча, который выиграет игру и сможет драться потом с алхимиком и всем прочим. Учитывая, что сами они убрали ДП, сами убрали ДАЗЛа. Это ловкач. Мы снова решили Эмбир спирить. Ну, хорошо, мне нравится Гамбит. Они же так же абсолютно. Абсолютно, один в один драфт. Единственное изменение, это сначала был Водит, потом у Мни Найт, но на тот же самый дабл пик. Ну да, но главное изменение это драфт соперников и вот в этом разрезе как смотрится в пик Гамбит. Здесь много зависит от 33-й боевого Торакла. То есть у нас Найт Сталкер, у нас Торакла. Вот эти два героя будут решать, кто выиграет сегодня. Потому что если ты играешь хорошо на них, тут без шансов для Гамбит. Но я поставлю на них все равно на Гамбитов, потому что они должны дотягивать и показывать мощь СНГ в финале. Дмитрий, что скажете? 50 на 50. Вы остаетесь при своем, да? Ну давайте взглянем на коэффициенты от наших партнеров по рематчу. Я напоминаю вам, друзья, что в описании нашей трансляции есть баннер, кликнув на который вы узнаете все подробности о том, что на этом турнире наши партнеры дарят вам бонус к первому депозиту. Кликайте на баннер и смотрите вместе с нами третью карту, которую по-прежнему для вас будут комментировать Лекс и НС. Леш, ну что, Инмейтов-то ответишь? Давай, нам не терпится узнать. Я даже не слушал аналитики по поводу третьей карты, потому что два раза подряд вы не угадали, кто победит. Поэтому я даже не вижу смысла дальше слушать. Поэтому кто слушал, ну... Я согласен. Я вот сейчас не с ним, я тоже не знаю. Мне что-то там непонятно. Вот. А здесь, конечно же, мы за хорошую игру. Мы сами не знаем, кто победит, естественно. Вот. Но интересно, что Гаммит полностью драфт повторили. Как будто бы это лучший драфт в истории Доты. Понял? Ну, слушай, но Альянса реально изменили. И мне нравится вот этот Найт Сталкер, который появляется сейчас на третью позицию. У него потенциал есть. Тут даже Агани можно взять там. Ну, короче, не знаю. Бисмастер тогда еще появлялся в Омни Найт через Хэммили Грейс, который контрит сразу Рору. Мне нравится. Мне нравится Найт Сталкер. Согласен. Ну, этот драфт выглядит поувереннее. Например, тот же Лич, который был взят, возможно, как какая-то теоретическая контра в Войду. Не особо работает. У Войда слишком много магического урона, и в итоге этот через щит прям Войд пробивал, даже Алхимика в хроносфере. А Ракул — это совсем другая история. Гораздо более эффективный сейв. Плюс Найт Сталкер, в отличие от Бисмастера, это герой, который даже если на Лине может быть там не супер заладится, он все равно сделает намного больше пользы. Это точно. И Герокоптер — это более универсальный герой. Гораздо более универсальный, чем Лина. Лина — герой сноуболов, Лина — герой, которая должна выиграть с Мид, именно выиграть, и потом пойти на карте кого-то поубивать, и вот сделать очень много пользы. А Герокоптер, он просто стоит, он никому Мид не проигрывает, ни у кого его особо не выигрывает, но у него есть деньги, у него есть фарм, и он в мидгейме по Найт Сталкера там вносит довольно много урона. Плюс это защита Лейтгейма. Опять же, хоть сплэш, конечно же, Герокоптер от Магдуса не получит, но дэмэдж, дэмэдж — это очень важно, конечно же, для гера, для флэка его. Так что, согласен, пик Альинс в этот раз гораздо более интересный. Надо постараться Альинсу по баунти, потому что на прошлой карте была проблема, что они почти баунти не контролировали, они все эти баунти отдавали. Здесь, как минимум, нужно забирать две с алхимиком, нужно две руны забирать, чтобы быть в плюсе. И должно получиться, сюда приходит Герокоптер с нулевой, поэтому без проблем, Найт Сталкер, Герокоптер. Так, Альханский на 5 хочет. Да, да, да. Ну, слушай, тут не помешать, тут реально не помешать. Чей ныж ты не будешь прокачивать на уровень 1, это же совсем было бы странно. Да, ну и в итоге три баунти руны для Лайнс в команде с алхимиком прекрасно, прекрасно. Опа. Куда-ка я не знаю. Ну, чтобы не блочил, наверное. Ну, кстати, да. Но в итоге, в принципе, Героч тоже не блочил, поэтому я останусь по центру, по центру крипы, речки. Так, Дрим Топорик, видимо, сейчас попытается докупить и уже прийти на линию с ним. Вот баунти руны не взяли, денег не хватает. Да, да. Ну, без топорика на море нечего ловить, а Night Stalker очень много урона, тяжело будет добивать. Night Stalker-то сам с топором, скорее всего. Уже. Ну, все, опять вот тут будет стоять. Но эта линия гораздо более, хотя ладно, она не более сильная, в принципе, Бестмастер и Лич тоже линия сильная, но эта линия тоже не слабая. Если здесь Alliance не будут творить чепухи, например, вот так заходить, это вообще не нужно. Братан. Хорошо, что хоть таймлока пока нет. Оно того не стоит. С первой ночи могут быть трудности. Там реально Night Stalker наберет Oracle, на самом-то деле, герой, который реально убивающий. Наверное, лично не так убивает, как Oracle со вторым Парифанным Флеймсом. Можно выходить, спамить, убивать быстро от того же Грима. Да, там очень хороший бёрст, на самом деле. Oracle в этом плане некоторые люди недооценивают. По мне, такой очень сильный. Так, ну здесь вампир просто дерется с Ханскеном. И ситуация повторяется, Алхимик снова по большому счету фрифармит, потому что стоит один в один с Омником. Омник делает то же самое, да, фрифармит. Наверное, центральная линия будет интересна, потому что что на первой, что на второй карте, она реально обозначала, что будет происходить по ходу игры, как будет мидер одной и другой команды. Все так. И вот на второй карте ГПК у нас просто Лимпа убил на миде. Что будет здесь? Очень важно, опять же, какой старт получит ГПК, сможет ли он поснову болить. Хороший Эмбер, конечно, он в любой ситуации сделает пользу, если у него хороший старт был. Подрезал Лимп Крышевичка. Ну, тут он на грани уже все, на самом-то деле. Там какие-то фисты снова, размен до последнего. Этот солофраг еще и фрозблат, он реально поменяет. Ладно, пока на центре спокойно. Алхимика там пытается, он не на это реально гонять по тавр. Но все в армии, все в армии. Тут надо заниматься стаками, пока у Ханскина на это особое время нет. Хороший Эмбер притащил, но там орехи летят. Не того! И он не на это идет. Еще и Крипов под себя заберет красиво. По большому счету красиво, но не особо эффективно. Ханскину, возможно, действительно стоит ходить стаки делать. Ну, я думаю, он этим примерно тут и занимается, когда время есть. Он игрок опытный у нас. Ну, да-да, немножко как-то пытаться помогать самому Алхимику, хотя Магнус, понятное дело, на линии такой себе помощник, кроме что импауэра. У Гирокоптера ДД появляется. Это реально неприятно. Вот эта нечестная руна на один-на-один линии и Эмберу на какое-то время будет тяжело. Не то, что даже крипов добивать, ты просто получишь там три удара и тебе ХП нет. Ну да, помнишь, мы вчера смотрели игру, где Алхимик или кто там был в мире и просто умер от Гирокоптера. Не понял, не разобрался. Вот, поэтому сейчас, да, небольшие проблемы будут и ГПК, но с другой стороны ГПК, смотри, как хорошо пока стоит мид. Топ-1 у него. Слушай, должны поддайвить. Телепорт нажимать, такая ситуация опасна. Если погибешь, что-то вообще будет плохо. Ну и находит. Находит вампир, идет дальше. Вампир провел блестящую игру. Ой, вампир, что говорится. И фейтбол появляется, и это должен быть Феррес Блад или да. Или да. Или да. Слушай, ну вампирюк, конечно, дает. Он и первую, точнее, и вторую игру отыграл, просто шедеврально, на самом деле. Мы на это не очень много внимания обращали, но там были и роры, и лагуны, и что-то там такое не было. В ответ всегда летело от него. Ну и сейчас Рубик, который стартует с Феррес Блада, он там может себе реально быстро там ботинки, еще предметы набрать. Ботинок, базилка, стики, 200 золота остается. Реально будут быстрые арканы в лучшем стиле от Ебзора, например, этот Рубик, который становится реально опасным, опасным героем. Ну здесь, ладно, нет рора, нет лагуны, таких прям сильных нюков. Ну все равно, что поворовать есть, что, по крайней мере, есть РП всегда. И в этот раз мы смотрим, что Гамбит сделали работу над ошибками на своей сложной, потому что в тот раз Алхимик был прям топ-1 по Крипстатуе Нитворсу, в этот раз вообще ничего подобного. Ему сильно мешают, его убивают, его зонят. Опа, Инксвелл, идет Войт до конца, Твордон Сент, и 33-й выживает. Правда, не остается Регена, только Танго. Надо будет какое-то время постоять у башни. Ну хорошая линия, хорошая линия, Войт фармит, он не Найт фармит, на центре Эмбер фармит, блестящее начало. Сейчас вот будет пятая минута, надо посмотреть по баунте, что будет и что будет происходить на линии с Нейт Сталкером ночью. Да, Нейт Сталкеру бы выставить ресурсы полностью, а он уже сделал ему, хилочку кто-то, видимо, подарил. Видимо, а сам Оракл просто похилил, там все же просто. Ну может быть. Там есть гараж способность. В начале обычно маны не хватает так лечить. Вот, сейчас будет ночь, да, и ситуация, конечно, поменяется, по крайней мере, на этой линии. Ну, по Дэнксвелл надо выходить, хотя бы одну руну забирать. Дрим просто побежал, стопит, и забирает. И вторую заберет, смотри. Ну, слушай. О, нормально. Да, отлично, отлично. Для Гамбит 4. 4, 4, 0. 0, Альянс. Да, нельзя так, конечно, играть. Это странно, потому что оно обычно, даже без Алхимик, частенько Мидлер какой-нибудь стянется под одну из рун, поможет забрать, но тут Алхимик, очевидно, стоило. Не знаю, Геррокоптеру с Мидл просто стянутся вниз, пока там все третьего уровня, у Геррокоптера уже уровень-то побольше, соответственно, он мог бы там всех прогнать, забрали бы хотя бы, хотя бы одну руну, но уже лучше, чем 0, прям скажем. Если на прошлой карте мы помним, когда на Творце мы увидели в первый раз, там Алхимик был впереди, притом там обгонял на 500 золота, то здесь это несколько другая, Алхимику реально мешали. Хотя вроде линия-то идентичная, да, была, реально, один в один, не считая только, ну да, никакой разницы не было, но вот не так все гладко, и Магнус очень мало стака в дело. Ну, говорю, лучше сыграли в этот раз Гамбит, видимо, в тот раз, скорее всего, какая-то ошибка была, возможно, какой-то вывод крипов не нужен или еще что-то, в этот раз они это пофиксили, просто сыграли гораздо более надежно, и, как мы видим, Нико Бэби страдает, да, 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 ему тяжело, тяжело мальчику, в то время, как всем остальным, очень легко. Геррокоптеры Эмбер, кстати, наравне идут по Нетворцу, я думал, там Эмбер обгоняет, потому что у него Крепстат лучше, но, возможно, было потрачено, опять же, флассок довольно много, Геррокоптер выбивает ресурсы постоянно там, баражами своими. Ну, мне надо фармить лес, и на топе пока лишь один Магнус, Алхимик, как я понимаю, тоже в лесу сейчас будет сидеть, и на линию не вернется, то есть ситуация, опять же, повторяется, Алхимик просто уходит с линии в какой-то момент, потому что противом Найта становится тяжелее стоять, да и в лесу ты больше получаешь. А тут Смоук? И тут Смоук, но он быстро развеян, и примерно понятно, какой кем фармится, и тут еще понимаешь, что ты Алхимик без ультимейта, ну, прям идеальная булочка, кулдаун от Геролета полетел, КПК появляется уровень 6, на Римнаде без проблем можно уходить, и никто здесь у команды Гамбит не погибнет. Пока простейшая игра, конечно, для Гамбит, все суперкруто делается, выигрываются все три линии, фактически, знаете, сталкер ничего не создает, Алхимика забирают. Не, ну, молодцы, что, молодцы, вот последняя надежда СНГ получает. Да, да. Вот она, Фата в Смоуке, надо ставить срочный Вижен, конечно, очень интересно, на самом деле, могу отметить, вот такая игра, где, сначала в соло, бывает Ханская, игра, где тебе, очевидно, нужно сейчас будет много Вижена ставить, потому что, ну, ты с Алхимиком, тебе нужно защищать лес, Лимб на Миде, может погибнуть. Как же классно перемещается саппорта, но испугались Гамбит сейчас. Ну, испугались, зато Лимба так пробили, что ему сейчас самому будет тут как бы довольно страшно. В общем, к чему это я? Уфатый ботинок, а вардов мало на карте. То есть, обычно ты берешь себе винлейс и закупаешься кучей вардов и апсов, и Сентрия, чтобы все заставить. А он как-то с башмаком такой весь богат, типа, ходит. Но это неправильная игра, вообще-то говоря. Атака на КПК, но тут тяжело. Под вампиром бесполезно. Ракета долетает, не страшно. Ну ладно, Алхимик пытается фармить, вырывается на вторую позицию. Он не найдет подозрительно. Ну, он не найдет, ладно, не подозрительно. Он там и убил, он и фармит вообще все. Лес возвращается на линию, там очень много денег. Очень много денег он не найдет забирает. И Войт, несмотря на то, что там Найт Сталкер, ночью что-то пытается, надели 2200 на Торсу на Сталкер. Он, как я понимаю, там очень мало добивает, это на самом деле. Как-то прям грустно, даже очень мало крипов в то время какой-то фарм. Ну да, 28 крипов. Да, и вообще нет у него как бы предметов, не может он сейчас никуда побежать, ничего полезного сделать. Ну, Найт Сталкер первой ночью традиционно сейчас вампир должен умирать. Войт, да. Хватает урона. Опять вампир сделал эту штуку, он опять зашел один куда-то в чужой лес. Ну он вард поставил. Блин, ну типа вард, давай сломаю сейчас, наверное. Ну да, понятно, что он здесь просто... Не, ну он мог, конечно, прийти посмотреть, что происходит, он скорее всего блокаит. Вард, да, мы увидели разницу у меня на это Найт Сталкер, насколько больше он не на это фармит на линии, потому что он добивает вообще все. Да, и Найт Сталкер, как бы первую ночь обычно он, конечно, не идет всех убивать, но он начинает свою линию напрягать первую ночь, как правило. А здесь даже это не получается, то есть он вообще с лениво выгнали, вард сломали, кстати, вампиру. Задумайся, вампир, это плохая. Возможно, там, кстати, спаум был заблочен, Фата вроде поргал, что не спавницы крипы и быстренько, быстренько убрали. Попадают на Дрима, но... Но Дримс Хроносфера крепкий. Ооо, ну ладно, ФНГ сейчас плюнет и должны убивать. Ингсвел еще, то есть можно даже попробовать за 33-м погнаться, но ладно, там и Герокоптер приходит, хотя и Эмбер здесь, 33-й. Найт Сталкер прячется, но его позицию вроде как ребята понимают. Сайланс активирован 33-м, выходит Лимб, есть кулдаун, нужно бы его куда-то выкинуть ФНГ, кулдаун пошел, но ФНГ здесь должны продавать, ФНГ погибнет и ребятам больше нечем драться, КПК улетает. Ну, неплохая так от Альянс сойдет. Ну да, начинает развлекать. Слушай, а Дрима? Нет, не получится. Не должны. Нам просто таймволк 3-й. Начинают делать как бы то, что нужно делать, то есть развлекать команду оппонента, пока Алхимик фармит, чтобы отвлечь от него внимание. Алхимик начинает камбэк, это конечно, пока слабенько весьма это получается, потому что в принципе гамбиты всех даже не стали стягивать туда на эту агрессию это Лайенс. Как мы видим, Омник остался сверху, да и Рубик там тоже бегал, то есть как-то тут они за Алхимиком подглядывали как минимум. Но Альянс 2 баунти руны забрали, то есть это выход был как раз вот под эти баунти руны. То, чего они не сделали почему-то на 5-й минуте, сделали хотя бы на 10-й. То есть пришел Герокоптер и смогли за счет этого 2 баунти отжать. Рубик, 7-й уровень, после прочтения книги появляется очень высокий уровень саппорта команды Гамбит. Ну, мне на это почти 10-й вообще тут, конечно, жесть какая-то. О, ну такая вот разница. Но за счет пассивки, разумеется, Алхимик фармит больше. Ну и лес, разумеется, тому очень много денег выносится. Ой, так лес фармить эффективно, как Алхимик не может. Падает башня, катапульта, и Дримм здесь один, никто не защищает. Вообще, ну эту линию Лайенс в какой-то момент забили, ушли. Не, ну в этот же параллельно они тоже забирают вышку. Другой вопрос, смогут ли, потому что у них урона нифига нет, вышка там была вроде как фуловая. Ну да, и еще тут как бы непонятно, отдадут ли эту вышку вообще Гамбита. Нет, похоже, отдают. Все-таки тоже не хотят л-9. Гирокоптер, вот как бы в чем его сила. Он очень-очень крепкий на таких уровнях, даже без особых предметов, с не очень большим натворством, просто за счет скиллов. Лина не такая, прямо скажем. Слушай, массовые телепорты, РП не успевает, вампир работает снова, вампир нужно бежать, ФНГ уже на безопасной территории. Ну, сейчас вампир спасает и себя, и тиммейта, определенно. Вампир спасает ситуацию, да, потому что сейчас, скорее всего, было бы минус 2, и кто знает, что произошло дальше, на этот сталкер бы ночь подрубил, возможно бы еще кого-то догнали, еще могли бы и вышку в миде потерять, было бы прям совсем плохо, но вампир пока отыгрывает в этой серии просто... Три не появляет в трансфере, а Сайланс пошел очень вовремя, пытается быстренько Фесса Свойду убить, урона много, но хватит ли его? Нет, не хватает. Там после кулдауна Алхимик понимает, он сюда пришел, посмотрел, и он понимает, что нельзя ему здесь драться, он должен фармить. Какой смысл приходить в драку, когда у тебя там один Сакрид есть? Смысла нет. Падает башня. Ну, здорово. Вот он не на это отлично отрабатывает, на самом деле, потому что думаешь, вот они пытались сейчас убить Воида, ну, а как они вообще должны были, ну, как бы, даже теоретически, даже если все в него всадить, будет Хил, Грейс, Га. И все. Ну, там, понятно, окей, есть диспел у... Оракла. Жалко Хрона. Фата с ультимейтом, там, ты бить не будешь, будешь, все неважно. А вот если Оракл забить и Найт Сталкера, то будет идеально. Закрывают двоих. Это все происходит, ребят, по Т3. РП есть, можно контратаковать, но он и Найт успевает в последний момент нажать ультимейт. Успел. И урон не проходит физически, добивая. Также и Найт Сталкера выкупается Оракл. ГПК под Ингсвелом. Фата ультимейт на себя, чтобы просто пожить еще. Рубик ворует ультимейт Оракла. Можно будет спасти тиммейта. Ох, вот это заливная это сейчас от Альянс происходит. Погибает Оракл после байбека. Алхимик говорит, ребят, успокойтесь, я не могу прийти в драку. Просто это Алхимик. Только сейчас появляется Райанс. Только сейчас. Да. Интересненькая ситуация, что вообще Альянс вообще ничего не могут. Не могут даже саппортов убить. Все из-за Уни Найта в первую очередь, конечно. Ну и потому, что Магнус пока не делает импакта. То есть у него слабый дэмэдж. ГПК, потащили, но Ханскин нажимает Шрайн. Приходит сюда Алхимик. Из Сайланс от Найта Сталлакеру Алхимик. Колбы пока нет. Пытается добить Дрима. Дрим на таймволке уходит. У меня на это нужно сейчас спасать свой ультимейт и Purification Heavenly Grace. У меня на это остается без ресурсов. ГПК идет дальше один против четверых. Пытается добить Ханскин, но немножко не хватает. Дрим уходит на таймволке. ФНГ там где-то вардит, пока его здесь не было вообще. О, кстати. Грим играет без ультимейта на уровне 7. Да и фиг с ним. Очень странная ситуация, когда к тебе под тир 2 вышку, уже под тир 3 вышку. Тир 3 хроносфера стояла. Убегают герои седьмых уровней и убивают тебя всех. И ты ничего не можешь делать. Но Алхимик даже и не думал приходить в эту драку. В этот раз фаст БКБ. Тут ему сделали внушение. Видимо. На пику гамбит поменялся, поэтому теперь БКБ будет. Понимаете? Скорее всего, так и есть. Да, Токомник пытается что-то застелить. Сабуха надо брать. Бери, что-то по праву. Не. Как мне жалко этих всех животных в лесу, на самом деле. Они там стоят, никого не трогают. Приходят всякие люди и молотком по лицу бьют. Жестокие игры, конечно. Запретить надо, на самом деле. Это все. Отличный совет, Ярослав. Отличный совет. Ну а что? Ты видел, что происходит? Дока-2, как бы. Ладно. Что дальше-то? Дальше то, что в принципе не так все плохо у Альянс, как может показаться. Да, их бьют ногами. Ну, во-первых, две баунтируны они сейчас забирают с алхимиком, это всегда плюс. А во-вторых, ну в этот раз у Ника Бэби включился рассудок и он покупает БКБ. Как только купит БКБ, он пойдет, ну как бы и реально будет давать урон. Его будет очень тяжело убить. И в принципе на этом можно сыграть. Мы таких игр уже видели на этом турнире парочку, где алхимик просто берет Радик БКБ быстрый, а здесь тайминги нормальные. Ну как мы видим, средний, короче говоря. Не супер быстро, но и как бы не супер долго. Он идет с этими артами и неожиданно выясняется, что пробить его тупо не о чем. Там еще тем более есть орак. Посмотрим, как-то тут все сыграет. Он не найдет, конечно, ставит палки в колеса, потому что из-за него возможно какие-то фраги будет делать тяжело, пробить будет тяжко. Ну посмотрим. Например, если зафокусить самого у меня на это как-то получится, да это можно, потому что есть на это сталкер, который его просто засалит, то все может произойти. Так сказать, для Альянс еще здесь, хотя ситуация, конечно, неприятная. Опять абсолютно повторяется по надворцам история прошлой карты, вот эта вот ситуация где алхимик, три героя, гамбит, дальше идут очень бедные коры Лайнс. Опять мидер совершенно не раскрылся, что на линии Олимп, что на гирокоптере бедняк бедняка прям какой-то. Трусливо играют немного Альянс, никто, например, не пушит низ. Ну то есть, стоило бы это делать. Даже, может быть, ценой каких-то жертв, даже может быть, смертей. Но зато ты хотя бы по уровню не будешь проседать, потому что не просто все бегают вокруг алхимика, и где деньги, ну и деньги, и опыт где взять по такому поводу. Не очень понятно. Но БКБ все-таки алхимику нафармили, то есть, может быть, сейчас пойду драться, я, честно говоря, не знаю, насколько тайминги удачные, ультимейт все у гамбит есть. Ну, сам тайминг БКБ хороший, а вот насчет драки, ну надо хорошо рассказать скиллы, надо напасть как-то со спины на омника. Надо немножко лимпа подсейвить, там оракул за спиной, все нормально. Все нормально. В это время ФНГ на топе фармит, ФНГ вообще классная игра, он там кайфует, иногда и без команды бегает. А почему бы? Ну да, классное место смерти у вас засвоено, точнее убийство, единственного за игру. Ну и интересная карта, где он был, он был везде. Везде. Просто всю карту проскаутил, изучил, что там где делается на карте. Блинк Ника Бэби скоро будет брать. Ну хороший билд, хороший билд-то будет. Ну, обычный, дефолтный билд. Кстати, все-таки варды хорошие стоят у гамбит вот здесь вот, прям снизу под Ника Бэби. Лес весь поломали, а туда варды нельзя поставить, там лес, а сейчас их нет, идеальный вишен, то есть его если не разбить, конечно, Гамбит видит все просто сейчас. Супер круто, и мид, и лес. Там атака у нас на легкой линии команды Гамбит, Лим пытается убежать, ну, может быть немножко лишнее, но Дрим, я думаю, просто не подозревал, что там, хотя может и подозревал, не знаю. То есть могли герои подходить, он перекрыл проход всем и закрыл гарантированно герокоптеры, его убили. На всякий случай. Да, нет, это правильно, потому что зачем противнику Двадшанас, ворвется Магнус, Найт Сталкер, скиллы жалеть в доте дело последнее. Только в совсем уж ситуация, когда уже 100% все будет хорошо, но таких ситуаций очень мало. Ты не видишь противника и реально всякое может произойти. Сейчас залетает ульт Оракола, заезжает Магнус, улетит в вас пятерых, герокоптер еще раз кастовывает. Слушай, алл химик опасно. А его видят? Конечно, видят. Конечно, видят. Там Рубик телекинеза может дотянуться. Чини. Что еще демокс, БКБ. Но решил мстить. И ты тут что-то ходил. Там Форстав, там Пурификацион, выходит Найт Сталкер, сразу же ультимейт, а то мне Найт, а салфин 33-го. Пока хорошо, для Альянс на самом деле, потому что гав никуда. А что, с трогой стороны Блокенбара больше нет, минуты не будет? Ну, га колдаун больше, то есть можно подождать кулдаун БКБ и выйти в атаку сразу же. Га колдаун огромный. И хрона не будет еще тоже какое-то время. Минутка остается, охрана сфера. Но как минимум сейчас алхимик должен понять, что может быть там как-то его увидели. Ну, в офиге это говоря, да. Я не уверен, что это сентрия. Нет, это старый сентрик, он поставил фото и все понял. Ага, говорит, пахнет обманом. И даже этот варда дали алхимику. Ой, но это перебор, на самом деле, как мне кажется. Если уж совсем все остальные вообще бедняки, абсолютно на и сталкер восьмого уровня. Много ли он сможет сделать в драке? Такие оракла, ничего нет вообще. Оракла, он купил там сентри опса, у него просто не остается денег. Так, ну, пытаются, пытаются, такого бы залетают. Но слушай, шансы очень хорошие, хроносферы-то нет, но приходит вампир. Да и как-то урона маловато от одного алхимика, врывается, вводит на развороте, хроносферы пока нет, Ника Бэби остается почти без маны. Паша, кулдаун, можно убить ФНГ, ФНГ под Ингсфеллом, летит ракета, есть Телекинез от вампира, пытается добить ФНГ, ФНГ до обилибровается, хроносферы-то может быть хорошо, но, ладно, Рубика убьют, Рубика должны убить, 6-шлоу, Purification на себя остается без маны, Ника Бэби заваривает колбу, Умнайт убивает, также минус 3 от команды Alliance, все это под баунти руны, потенциально Alliance сейчас могут забрать все 4, но Night Stalker пытался сделать телепорт, и КПК грамотно его сбивает, чтобы никто там не полетел, в итоге улетает сам Алхимик, а одну руну забирает Void. Ну и на самом деле близко к проблемам для Гамбит, вот прямо сейчас, вот то самое произошло, Алхимик, который купил нормальный билд в этот раз, а они просто понимают, что они его пробить не могут, не могут его пробить, а что делать? Ну как-то других пробить, но Алхимик-то рядом все время, он тебя бьет, дэмэдж у него огромное количество, ты его убить не можешь, и тяжело тебе, Алхимик просто бегает, и у него Кираса, я так понимаю, ну как еще нет, но он фармит ее, так она очень скоро, немножко, да, пятьсотеньки Кираса будет, опа, ой-ой-ой, ну куда ж так вампирует, идет вопрос, что там воруют, Parifaname Flames, да горит или нет, там реген очень сильно идет, Forstuff, Parifaname, живет. Ну вообще, вообще простили на самом деле, то есть он должен был умирать, очевидно, и слишком рано спустил бочку свою, Ника Бэби, он буквально на полсекунды наболтал, мог бы ей подождать, и почему-то Фата начал лечить, обычно это так не делают, что было близко к смерти, ну и Gambit как-то поняли, по-моему, что ситуация-то не такая хорошая, как возможно им самим казалось, надо как-то выходить, что-то делать, но, а что делать? Драконе уже скорее всего не выигрывают, вот так вот лоп-в-лоп, уже Алхимик слишком сильный стал, О, Кираса, сейчас очень сильный стал Алхимик, у него и бочка уже прокачалась, два, Дабл Смолк, новые Чаево, ну, от Терех точно никто не увидит, ну конечно, теперь-то да, в паблике постоянно Дабл Смолк все жмут, но тут-то профессионалы, ну, Эмбера появляется прям момент драки, Блэкин Бар, так, у нас врыв есть, Солбин по двоим, Алхимик можно убить очень быстро, врывается Дрим, Хрансфера ставит, Алхимик пока вне, Хрансфера продолжает драться, пытается быстро убить Магнуса, Магнуса убивает, убивает также быстро Оракла, есть Байбек, выкупается Магнус, выкупается Оракла, Алхимик начинает резать, Шичло ультимейт уходит, Грима уже нет, Рубик выкупился, Нико Бэби идет дальше, нет маны, нужно залить, там даже, по-моему, на Колбу не хватает, Найт Сталкер полетел, Дрима могут найти, Дрим, Колба пошла, Хрансфер все еще может ворваться, врыв на Шичло, чтобы не мог и никого сейвить, пошли чины по Найт Сталкеру, Магнус подходит, РП остается, но Хрансфер там, по-моему, без Блинкдаггера тяжело ворваться, в итоге у нас что, два байбека против одного, размен два в два финальный, ну, по большому счету, никто не вышел победителем из этого великого противостояния, все подрались, но это и все на том, как будто драка еще не завершена, там, Дрим выходил, о, Рубик Эмпауэр ворвает, комбит победителя, это драки, походу, ну, вообще, это говоря, да, а, ну, сейчас Эмбер под Эмпауэром, Войта под Эмпауэром, вообще, ну, как бы, вампир красавчик, безусловно, но парень на Магнусе, тебя ничего не смущает? Ну, как бы, ну, то есть, зачем ты вообще подходишь куда-то в ренджу, Рубика, когда ты недавно кастовал Эмпауэр? Кастанул Эмпауэр? Отойди, кастани, ну, не знаю, кастани волну просто в сторону, или Скивер еще лучше будет, на самом деле, волна для Рубика тоже очень хороший скилл, так-то. Ну, на Рошан решили зайти, хроносферы нет, вроде как, ультимейта у меня тоже не будет. Да вообще у них ничего нет. Такой опасный тайминг, то есть, очень нагло играет Гамбит. Честно сказать, они делают странную вещь, потому что, если Альянс это заподозрит... А, не знаю, скан уже есть, там даблсканы на Рошпит. Ну, а я ни за чего не бояться, они знают, что там нет ни Хрона, ни Га, а у них Алхимик, он просто... День на дворе, на сталкебры с ультимейтом, нужно что-то делать. А, нет, не нажимают, просто стоит. Просто стоит. О, Ника Бэээбе, какой ты милах, конечно, иногда. Почему он... А, ну у него ульта тоже не было, все, ладно, я понял. Он нажал ульту, колбу сам себя закинул, в итоге Орока он нажимает ультимейт, блокенбар, все это вместе. Ох, что-то странное. Ну ладно, окей, у него не было ультимейта, просто, я не понял, почему у него не было ультимейта, pelway у него, ну как, Где он его когда потратил? Ну, он просто фармил, это понятно. Я думал, что он БКБ нажмёт и прыгнет, потому что гирокоптер-то вышел, вроде как... Ну, они могли, они могли. Учитывая, что нет хроны ГАИ, они об этом прекрасно знали. И ты знаешь, что остается 5 секунд до появления ультимейта, но можно было рискнуть. Ну, это даже не риск. Ты просто прыгаешь, соответственно, и у тебя за спиной оракл. Что-то пошло немножко не так, и начали прямо вписывать дэмэдж. Оракл даст тебе ультимейт, ты прожмёшь свой, ты не умрёшь всё равно. И вы очень много надамажите, потому что неважно, что ты без ультимейта на алхимике, всё равно дэмэдж ты делаешь. Радик работает, бочка работает, туча работает, удары увесистые. А гироч тоже был с БКБ. О, этот олимп вышел. Хроносфера будет, да, хроносфера будет. Оракл без ультимейта. А, он же без ультимейта. Без ультимейта, да, алхимик только что ведь был спасён. Лимп пытается уйти, телекинеста бивает гирокоптером без выкупа. Падает и три прямо сейчас. Да. Альянс, как говорится, кто ошибся, тот ошибся. Альянс ошибается очень много. Ну, Т-3 спасает, Гамбита отходит назад. Под баунтеруны, видимо, идея забрать побольше. Так, Тараско будет. Ой, ну, не знаю, с Тараско он вообще не должен ничего бояться, даже без ультимейта. Он должен идти вперёд всегда, потому что иначе... Надо посмелее быть, потому что кроме тебя нет героев просто, ну, объективно. Ну, ты нафармил 40 тысяч денег, ну, ладно, там, 25 где-то тысяч у него натвор, да? Ну, да. Конечно, ты должен... А тебя вся команда играет 25 минут. Ты должен всё делать сейчас для своей команды. Как бы, с одной стороны, это легко, с другой стороны, как мы видим, не так-то легко. То есть, он боится, хотя не должен, естественно. Интересно было потом узнать, сколько этот Эмпауэр денег дополнительно дал, насколько быстрее. Воид фармит. Эмпауэр, он вот бегает сколько уже? Ну, секунд, наверное, 150-200 под Эмпауэром. Вот, он закончился вот только что. Всё это время под термсплсилом бегал Эмбер и Войт с Эмпауэром. Да, это жёстко. Там ещё для Эмбер, это суперкрутая штука для Эмбера. Он и дэмэджи и в драке, и не в драке. И Рошана, они, кстати говоря, во многом тоже так быстро убили-то из-за счёт Эмпауэра. То есть, в общем-то, Ханскин отдал победу, возможно, оппонентам. Ну, Тараска есть на Алхимике. Не знаю, чего ждут они. Магру с Блинкдайгером, Тараску, Алхимик. У него давно уже, кстати, блинк. Ну, как давно? Относительно. Уже был. Уже был. Я не знаю, использовал он его как-то с пользой или нет. Но я обратил внимание, он купил какой-то Блинк. Минут пять, может, назад. Может, даже больше. Ну, странно просто, если у него Блинк, то почему у него больше вообще ничего нет? Я раз купил пять минут назад. Ну, типа четвёрка. Так потому что ни у кого ничего нет, кроме Алхимика. Что-то там ещё у Гирокоптера вроде как. Ну, если Алхимик Севарда ломает, то да. Да, да, да. То есть Алхимик даже такой вот он, парень. У него 26 тысяч уже, он скоро как бы... Возможно, у него челлендж быть богаче, чем три кора противника вместе взятых. И тогда он войдёт куда-то. Но вообще уже пора. Уже очевидно пора. Ника, бэби, давай. Давай. Пока есть, не хочется. Две минуты надо ждать. Не, ну, конечно. Найксталкер БКБ, кстати, тоже хорошо. Не, артефакт онлайн появляется. Появляется. Серьёзно. Так сейчас Аганимы, если на самом деле Ника Бэби начнёт раздавать. То есть Найксталкер с Аганимом, Гирыч с Аганимом. Тут все Аганимы, кроме Магнуса, сильные. Ну, и Магнус, и типа на Оракле он такой. Ну, так вот. Ну, да, да. Ну, главное, что и суперсильный прям мастхэв Аганима, Найксталкер, Гирокоптер. Да, да, я как-то раскупил Аганим на Оракле, ты знаешь. Я думал, что будет смешно, не было смешно. Равный коэффициент от нашего партнёра при матче 1.87. Тут реально всё зависит, как драка пойдёт. Как там Алхимик использует свой Блокенбар, как ворвётся Фейтлос Войт с храносферой. Кстати, вот прямо сейчас на Варде. Они на Варде стоят очень... И тайминги ведь Аегиса, ну, Оракл, понимаешь, фактор Оракла, Оракла не видишь, врываться нельзя. А так они видят его. Так, Омника Бэби, бам, бам, ну, крипов пофармил на Варде. Как они стоят на Варде. Ой-ой-ой, сейчас втроём. Прыжок. Ну, тут Найт Сталкер Сайлэнс. И успели уйти. Найт Сталкера принимают очень быстро, пытаются убить. БКБ от 33-го, чтобы какое-то время ещё пожить. Дрим нажимает БКБ, в ответ храносфера замахнулся, отменил. Лим под Блокенбаром пытается выубить Оракла в позиции. Всё ждёт момент. И Дрим тратит свой Блокенбар, врывается Ника Бэби. Нажимает ультимейт, начинает грызть. Омнинают, Омнинают, очень больно. БКБ от Ника Бэби. Есть ультимейт от Ширичло в последний момент. Пурификацион. Ребята пытаются в панике отсюда убежать. Храносфера остаётся. БКБ вот тут закончится. Ставится храносферу Оракл. Вроде как не может подойти дать ультимейт. Но урона маловато. Залетает Эмбер. И всё-таки успевает Оракл спасти Геррокоптер, Алхимик. РП. Последний момент от Ханскера по двоим. Ника Бэби уходит. Там Блокенбара. Дрима нужно убить. Дрим, по-моему, всё ещё с Аегисом. То есть неудачные тайминги для того, чтобы продолжать драку. Геррокоптер погибает после действия ультимейта Оракл, а также отправляется в таверну 33-й. БКБ больше не было. Но Алхимик, ну, нужно бежать. И пропадает Аегис. Идеальные тайминги для Гамбит. Хоть и вырыв от Войда не самый удачный получился. Герои все успели разойтись. Очень, конечно, не хватает Солор Креста. Сейчас это видно, потому что Алхимик вроде и бьёт, но вроде как-то всё-таки не так быстро. Солор Крест дал бы ему огромный прирост к ДПСу. Но бедный Нэти Талкер он не смог. А вот Солор Крест, кстати, есть помни, да. Ну, на Камбитом всё нельзя тянуть реально. Те два аганима, они быстро появятся у Геррокоптера, у Нэти Талкера. А уже, уже. Ну вот первый на подходе, наверное, Геррокоптер. Хотя... Я бы Нэти Талкер удал. Герыч, бедный, Нэти Талкер будет делать очень много грязи в драке с этим аганимом. Так что я бы давал ему. Хотя, ну да, давал бы он статы, дал бы Геррокоптеру. Но статы же не даёт. Ну вот Нэти Талкер, по-моему, уже летит за ганимом, как говорят. Давай, давай, дай, 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 дай. Всех убью, дай, дай. Дай. Нет, по-моему, всё-таки... Я думаю, Геррокоптер всё-таки. Ну у него даже Мэлл Шторма нет. Алло. Сейчас будет. Ну это реально так себе... Ну, просто сравни импакт. Одна дополнительная какая-то тычка раз в секунду от Геррокоптера с уроном в 100 или сколько у него там, 120, может... А, ну под Эмпавером 200, ладно. Ну... Ну... Хотя Геррокоптер теперь, то давай на Творсу на карте. Опа! А вы ожидали такого? Вот и мы не ожидали. Вот это Лим пришёл остаться. Но это байт. Это какой-то супергениальный байт. Под Шрайном, разумеется, Магнус позит, и стоит Оракл за спиной. Всё ясно. Шрайна больше нет. Пэтитик очень сильно регенит Геррокоптер. На него выходят. Геррокоптер. РП не даётся. Закрывает тут ГФС освоит Оракла. Ну... Хорошо, Оракл погибает. Он может выкупиться, вернуться быстренько назад. Оракл выкупается. Геррокоптер нажимает БКБ. У меня на это пока убить не получается. Работает ГА, Шичло просто бежит, получает барашь. ГА больше нет. И у Гамбит, по-моему, сейчас колоссальные будут проблемы-то. Что делать дальше? Шичло. Ракета залетает. Из Чайны прилетает сюда Найт Сталкер. Добивает Шичло. И погоня продолжается. Вампир, Дрим тут рядом. Дрим-то, кстати, без БКБ. Дрим-то, кстати, без БКБ. Дрим-то, кстати, без БКБ. Дрим-то, без БКБ. Да, Дрим-то, Блокер, нет, но Таймволк. Таймволк уходит за вампиром. Погоня продолжается. По-моему, Виру, конечно, урон проходит чуть побольше. Ребята идут на Т3. Нормально, поехали. Вампир РП на Фесслос Войда. Притащили, говорит, бейте его. Убивают вампиры на развороте дают Скивер. Ну, конечно, то не хватает. Врывается, ГПК, один против всех. Ворвался, нажимает, БКБ. Начинает резать. БКБ убивает одного. Лим под ультимейтом Оракл Вода на момент он погибает. Нужный реген, его нет. Нико Бэйби пытается убить ГПК. ГПК один против всех. Вампир уже тут. Ну и Эмбер дальше, дальше. Нет, не хватит урона. Хотя, реально, он был близок к тому, чтобы убить почти всех. Все красные игроки команды Alliance уходят на базу. Ну, это что-то мем. Он просто ворвался один. А, у него не было 20-го и 10% амплифая. Он бы реально всех убил, был бы у него 20-го. Ну, посмотри, урон просто, 7200. Это жесть. Почти как у всей команды Alliance вместе взятый. Кошмар. Но, что я могу сказать? Ну, это звоночек, на самом деле. Могу лишь поаплодировать Дриму. И это как бы сарказм. Потому что то, что он исполнил, это полнейшая дичь. То есть он на вражеском шрайне ставит купол и жмет БКБ, чтобы убить саппорта. Вероятность выкупа которого близка к 100%. Потому что у саппортов там выкупы стоят по 300 голды. То есть он просто потратил все. Ну, всю драку, которая есть у его команды. Он потратил, чтобы убить саппорта, который выкупился и прилетел. Через 3 секунды уже был обратно в драке в этой. Ну, кто так играет? Что это вообще такое? Это, ну, мы же не в паблике. Где ты, типа, фракуешь сделать, а дальше как бы пофиг с нулевой на игру. Главное, чтобы КДА был. Так, мы в доту не играем. ДД в ботле для Войду. Как раз последующего Рошана уже будет Аегис. Что там? Будет ли второй Аганим или не КББ пока не будет брать? Да, будет, будет. Ну, честно говоря, Гамбитом сейчас будет очень тяжело. Тяжеловато. И Геракоптер ведь там набрал после Аганима. Там все-таки денежки пришли за драку. Да, и вот Аганим летит второй, да, как раз для 33-го. Да, там, там, конечно, сейчас будет неприятненько. Ну, сейчас реально будет неприятненько. И ночь наступит. Тяжело, тяжело будет Гамбитом. Тут надо реально от Хроносферы играть. Он не на этом пытается дофармить Аганим. Классное решение. Так, ну, на самом деле, ладно. Оракола заставили выкупиться. Вот если его убить теперь, теперь не будет байбэк. И потом можно будет, как-то, всех остальных поубивать. Надо, грубо говоря, заслать Ассасина, который убьет Оракола. Это и есть Эмберспирит. В общем-то. Как-то, чтобы он со спины подкрался. Ораколу сейчас надо сыграть очень аккуратно, конечно. Его смерть... Хотя иногда бывает, что от игры пятерки, от смерти пятерки может зависеть. Там чуть ли не вся игра. То есть Оракол, если дает, хороший ультимейт. Это может перевернуть там всю драку. Если его как-то убьют, сейчас он без байбэка, и все может посыпаться у ребят из Альянс. Там на Рошане Курьер просто гамбит стоит. Настолько ребята играют. Нагло. Рошана проверяют. До него остается еще 10 секунд. ДТ, кстати говоря, вот ли. Это очень важный момент. Да, еще немножко полежит. Ну да. В драке ДТ будут активно 100%. Так, а это смог, что ли, от Альянса куда-то идти? Не-не-не, просто невидимость пока от ФНГ. Ребята выходят, Рошан появляется. Важная драка. Важная драка вообще для двух команд на этой карте. Она может решить вообще, как будет развиваться этот матч в целом. Ну да, очень хотят Альянс, конечно, чтобы ночь началась. Нафиг им этот день не уперся. Она уже может ультимейт нажимать, на самом деле. Ну, может. Но ультимейт хочется в драке нажать, чтобы видеть все. Это же имба в этом плане, в первую очередь. А так просто, чтобы ночь началась, чтобы сейчас гамбит видели меньше, Альянс видели так же, как бы, и уже им гораздо приятнее, конечно, будет играть. А дальше, естественно, ночь подрубить, еще эту супер-мега ночь в бою. Если, кстати говоря, сейчас Нэнси Талкер купит себе Блинк, А у него там вроде скоро, То это тоже очень будет опасно. Прыгнет на Омника, просто не даст ему ничего кастовать. Встреча на баунче? Не? Ну, такая встреча. У Омника, конечно, есть Форс, Но от Нэнси Талкера частенько даже с Форсом не уйти. Он слишком быстрый, он просто тебя догоняет. Так, ДД активирует, смотри, Дрим. И просто пошел лупить быстро, убьет, кстати, Рошана. А как будто бы что-то Альянс не в курсе. Скана нет. Ты что, Рошан сейчас за секунду... Ну, ладно, ты уж прямо отрируешь. Не, ну ладно, 5 секунд, и он умрет. 33-й ультимайт нажимает, все, будет видно. Он не нажал пока. Кул даун. Оп, оп, битч, Рошана, кто-то бил. Палево. Палево. Палево, ну продолжают, пока под ДД все еще находится Дрим. Или уже не под ДД? Уже не под ДД. А, ДД закончилось, дэмэдж, да, начал падать. Ну, давайте смотреть. Шичло за спиной, Хамильный Грейс, пока Сайлнесс. Нэнс Талкер вышел, блокимбар от Дрима. Хроносфера ставится, закрывает двоих Оракл рядом. Оракл сейчас должен ставить, прилетает ГПК. Аегис в итоге для Дрима. Но это Аегис в Хроносферу просто. Забрали Рошана, потратили Хроносферу. Вот что дальше? То есть, как сейчас будет развиваться драка дальше? За Дримом летит, неприятная плюшка. ГПК, Сайлнесс. Ракета полетела, врывается Ника Бэби. И Солдмит нужно как-то сейвить. Он не на это уже без ультимейта. Дает Purification. Врывается дальше Дрим. Лимб начинает стрелять. То же самое делает Алхимик. Очень больно бьет Дрима. Дрима практически убили. Он с Аегисом Сыром. И Гамбиты молодцы. Они чудом реально полным составом отсюда просто убегают. Каким-то образом, да. Но вообще, я скажу каким. Это очень смешно. Но связали с Олдбиндом, знаете, Сталкера и Алхимика. 33-го Ника Бэби. И 33-й как бы рвался вперед. Как бы дайте их, буду бить их. А Ника Бэби убегал назад. И поэтому они оба не двигались. Но не очень понятно, почему Ника Бэби убегал. Вроде как ситуация была... Ну, надо было просто гнать до конца. Какие-нибудь бесткозы гнали бы до фонтана, мне кажется. Потому что не было вообще уже скиллов у Гамбит. Может быть сейчас опасный РП. Ой-ой-ой-ой. Ханскин, полетел ГПК. Попытка быстро убить Оракла. Оракл ультимейт на себя принимает Ханскин на телекинеза. Оракл пока вне драки. Войду выбивает Аеги. Сайленс на Эмбери висит от Нейсталкера. ГПК нажимает ПКБ. Пытается быстренько здесь добить Алхимик. Алхимик почти погибает. В последний момент все-таки с Ультимейт РП ворует Рубик. Нужно контратковать вампир в Глимеркейпе. Пока со спрой тяжело куда-то выйти. Должны добивайтесь игре строка. Погибает Гирокоптер. ГПК прыгает дальше на Фату. Фата долго живет. Рубика ждем, пока его в драке нет. Дрим пытается убить 33-го. Хорошие чины попадают по Алхимику. Укупается Гирокоптер. Ника Бэйби отходит чуть назад. Ника Бэйби. Больно. Почти убили. Немножко остается телекинез. Будет ли РП от вампира? Не будет. Не нужно. Просто не нужно. Дальше погоня продолжается. Селбин. 33-й под Блэкенбаром. Руна волшебства. Ханскин на Скивере летит. Гирокоптер выкупился, но его байбэк вообще не пригодился. Он выкупился и даже в драку, по-моему, прийти не успел. Очень хорошо контролят Гамбиты. И где-то Альянс явно не дожимают, не доигрывают. Непонятно. Потому что сейчас, например, всю драку, просто всю драку, стоял Алхимик в Саленсе от Банши вот этой вот Гремстроковской. Потом после Саленсы он получил что-то типа телекинеза. Потом опять Баншу. И вот как раз, когда он прожал ультимейт, у него осталось там, не знаю, 200 жизней, и он нажал ультимейт БКБ. Только поэтому он не умер. Но драться он как бы уже не хотел, потому что не было жизней. В итоге он всю драку вообще не бил, его как-то законтролили. Где его саппорты в этот момент были? Ну, то есть, которые должны какие-то контрмеры-то предпринять, да? Что-то как-то нажать противников не ясно. Где, знаете, сталкер этот с Аганимом был? Который должен по логике вот этих саппортов ватных, типа Рубика и... Там проблема, что Гриммер зашел, потому что не было детекшена. Где детекшен? Ну, то есть, где это все? Нейт Сталкер, очевидно, должен иметь Даст с собой. Ну, сейчас гем купили уже, понятно. Нейт Сталкер с Аганимом и, в принципе, с ультимейтом. Тут не взять гем странно, но очень было бы. Покупает Оракл, ему теперь будет гем. Алхимик не укупился, уже хорошо для Allianz. В этой драке Гирокоптер, правда, пришлось. Ну, окей. Нужно просто как бы, на самом деле, констатировать факт, что гамбит играет просто лучше. Это видно. Вот по всем дракам постоянно у них... Они вот выжимают до конца каких-то моментов, выживают все, да? Мы постоянно отмечаем, что там вот молодцы как-то ушли, там мало крови отделалось и так далее. А у Allianz ничего не клеится. Они как-то в драках, у них какая-то полная фигня происходит. Гамбит пока переигрывают. Непонятно, чем и закончится игра, потому что у Allianz такой пик, вот этот вот Алхимик. Он продолжает фармить. Он сейчас начнет еще муншарды всем раздавать. Там потом 33-й. В конце концов Нейт Сталкер в Лейте. Это страшная вообще машина, которая может убить там Войда один в один. Герокоптер, естественно. Мы никогда не забываем, что этот герой, на что он способен. Тут уже сатаник у него скоро. Но гамбит нравится больше. То есть, как по мне, они как бы заслуживают победить в этой игре. Именно по исполнению, как бы по действиям. Смоук на смоук. Хроносфера есть. Га, есть. Эмбер. Опасно на скане. Ну не знаю, это один, там не один. Там в другую часть заходит. Дрим. Дрим. 33-м надо бульт врубить, кажется. Эмбер уже полетел аганимным ремнантом. Блинкаунт от Ханскина. Врыв дальше на герокоптер. Телекинес Нейт Сталкер у него должен быть блокинг-бар. Все очень так неуверенно. БКБ 33-го. Пока заставили нажать. 33-й нажимает ультимейт. Полетел. Солбинт. Хороший бойт. Полетел туда же кулдаун. Урона очень много. Выходит лим. Начинает под флэком стрелять. Гвардия на Энджел. Дрим ждет момента. Таба поставит хроносферу. И Ника Бэби. Ох, чуть не зашел сам эту хроносферу. В итоге. Ну, не так много пока пользы от этой хроносферы. Не так круто. РП по 2-м в ответ. Сразу же РП от Ханскина. Есть! Ну и можно добить Войда. Войда добили. Да, тяжело. Демиджи, демиджи не хватает. Если успели прожаться. БКБшки. От Альянс. Урона просто нет. Как бы Эмбер все-таки в основном магия. Войд. Ну, как бы до сих пор в основном магия. А они еще на самом деле под Шрайном это все делали. Да, уже не в первый раз под Шрайном даки происходят. Да, Блокенбар уже не так эффективно. Там Фейт Эдикт в один момент просто Войда контрит. Просто ты не можешь бить. Да, да. И все. Магнус. Оракал должен подсэйвить. Хотя ГПК так нормально стреляет. Сбивает с него ДД. Фата. Ника Бэби. Выходит, тут оказывается, Лимка пока вынуждена нажать ПКБ. Улететь. А вот Шичло нажать такого не может. Вот есть у него Фордстав, но далеко он, похоже, не уйдет. Хотя. Ты видел это? Его как-то потаскал. В общем, его волной магнуса немножко назад отодвинуло, а Сабаду вперед. В итоге он улетел. В итоге, да. Нормально. Может быть, даже повезло. Так, ну пропушить Эмбера тяжеловато. Такого от Етова будет он хорошо обороняться. Поэтому, скорее всего, сейчас ничего не потеряют. Гамбита, ну да, там и Войд появляется уже. И игра-то начинает затягиваться. Да, ну разница, видишь, что это карты предыдущие, что на прошлой карте реально, кроме Алхимика, не было коров. И гамбиты успели закончить, а вот здесь все. Гирокоптер уже явно появился, он большой. Найт Сталкер тоже потенциально. Ну, он там взял, кстати, талант на 20-м не на урон, а на АМС 33-й. То есть урона прям там руками не будет носить, видимо. И Блинк, кстати, а где Блинк-то? Где Блинк? Странно, кстати, что он взял именно Монт на МС. А, хотя нет, не странно, кстати. Он просто, я так понимаю, хочет за умником гоняться. Ну, за умником, за рубкой, чтобы они от него прям не убегали. А для этого нужен МС. О, Блаторну Алхимика. И нулифайру Найт Сталкера сейчас появится. А? 2900. Ну, он квигвай поставил. Видимо, такая будет идея, как-то Войда убивать, либо Эмбера. Ну, пока на байбэк оставят, но вообще идея интересная такая. А вместо чего он взял? А, вместо Радика уже все, Радик выкинул был. Нафиг, говорит, нам ваш Радик не нужен. Ну, в общем-то, ну и правильно, да, уже Радик. Он свою задачу выполнил полностью. Нет, если там крипов как-то отпушивать, им пауэр есть. Ну, хотя Радик все равно, конечно, предмет сам по себе хороший, потому что 17% миссов. Все мы знаем, что такое 17%. Иногда бывает промашь три раза подряд, и понимаешь, вот они 17%, тут как тут. Ну, Войда-то без МКБ, например. Но, Блатторн, конечно, с точки зрения ДПСа страшная штука. Да и мана, который... Ну, с которой проблема. Да, да, да. Средний патч Холл Ходмица. Как раз-таки Блатторн полностью это дело фиксит. Ну, похоже, игра сейчас будет от следующего Рошана. Кримстроук, что там? Форстаф, Гост, Линз. Такие вот слоты от ФНГ. Ну, эта игра может продлиться как очень долго, так и не очень долго. Тут вообще все, что угодно может сейчас быть. Да, скорее всего, будет возня на следующем Рошане. Там может все закончиться, может и не закончится. Как бы сейчас может произойти какая-то драка, игра кончится. А может ее и не быть еще очень долго, потому что, в принципе, обе команды должны опасаться друг друга. Ну, это прямо сейчас интересная позиция. Невероятно интересная. Алхимик выходит один под импавером. Колба. Полетела, вышел просто Дрим. Врывается Нико Бэби. Пытается выключить он Нинаита из драки. Солбин. Полетели дабл птички. Врывается 33-й. Трипл Войт. Га, в общем, пока впустую. То есть, у нее не так много смысла. Хроносфера в Найт Сталкера. Ого! Чтобы дальше делать игроки гамбит. Вот вопрос в чем. Выходит ГПК. Хански. НРП пока нет. Хански просто пытаются убить. Просто пытаются убить. Украли РП, вроде. Украли РП, но Рубик сможет ли его дать? Вопрос. Выходит Рубик. РП по этому гирохоптеру этого слишком мало. Выкупается Найт Сталкер снова в драке. Бойда уже нет. Выкупаться ему смысла тоже нет. Глимер. Он там Гем подбирает 33-й, который только что потерял. Ну, выдали все способности в одного Найт Сталкера. Они, конечно, его убили. Он дал Бэбэк. Да, но Бэбэк тоже есть. Другой совсем вопрос, что пока кулдаунные способности идут, Альянс могут и что-то навязать. Рошана не будет. О, врыв дальше. Бойда выкупается. Выкупается и Рубик. Ну, Алхимика здесь должны убивать. Бакабанет ультимейта нет. Там Тараска ничего не спасет. Главное отсюда Найт Сталкер уйти. 33-й уходит. Ну, слушай, уходит. Далеко ли? Бакаб есть. Бакаба не телепорта. Нет телепорта. Подходите до Лим. Подходит Фата. Но драться здесь втроем, ребятам, нельзя. А что, Парошану? Ну, а тайминги-то неудачные для Гамбит. Они это не знают, конечно. Понятная идея в том, что сейчас выкупится на Рошанчика быстро зайти, забрать. А в итоге, ну, Войт без выкупа теперь будет долгое время. Да, это не здорово. С другой стороны, по крайней мере, ничего не потеряли. Да, но вообще не очень хорошо, если они не заставят Алхимик и Бэкбэкмса, а явно уже нет. Потому что они все Рошана ждут. Они как бы молятся, что он появится сейчас, но он не появляется. А лайнцы вынуждены, но они понимают. Ну, заберут и заберут, окей. Но лайнцы сильно везет сейчас, что Рошан этого нет. Почему-то снизу не хочет Гирокоптер брать баунтируны. Боится, видимо. Опасно так выходить, да. Ну, как опасно. Ну, слушай. На карте вообще ничего нет. Вообще нет. Да ничего страшного. Ноль глазиков. Ну, иногда нужно показать зубки. Понимаешь? Понял. Ну вот. А он не показал. Хотя баунтируны продолжают лежать. В принципе, возможно, их получится позже забрать. Никому они не нужны. В всяких ситуациях иногда они лежат до 50 минуты буквально. И кто-то приходит, забирает просто 4 баунтируны вместо 2. На последних секундах успевает зацепить обе и взять еще 2. Вампирный блинк появился. Он вроде ворует РП уже не первый раз, но не может дать нормально. Потому что оно тяжело подойти и просто там как-то выдать. Сейчас у вампира есть шанс. Реально, одно РП от Рубика, оно может выиграть игру просто. Можно всю игру давать плохие РП или вообще их не давать на Рубике, а потом выдать. Ну, по крайней мере, он ворует. Их, это уже хороший знак. Значит, есть шанс выдать РП. Ну, тяжело против Гирича, безусловно, потому что и Найт Сталкера. То есть, Вижен очень хороший противник, Гирич флеком тебя задевает, тебе тяжело позиционироваться. Если ты просто пешком пойдешь, знаешь, можешь умереть, пока идешь. С блинком попроще, там можно занять позицию. Правда, Найт Сталкер все равно тебя будет видеть, скорее всего. ДД, кстати, снизу лежит. Вообще, сороковая минута уже надо чекать поварапы, почему-то всем пофигу. Ну, скажем, ДД это очень сильно. Все, заметили. Сейчас, скорее всего, пойдет Гирич и заберет. Да, Гиричу надо взять сжаттельную бутылку, если она у него есть. У него ее нет. Бутылки. Там нет ни у кого бутылки уже. Это, кстати, ошибка. Надо купить бутылку. Купить бутылку, носить ее с собой. Это недорого, но эффективно. Положить вместо барабана и просто ждать драку, потому что ДД на гирокоптере может вообще перевернуть все. Очень важная драка. Смоук активирован. Войда есть хрансфера, нет байбэка, я напоминаю. Бабочки у нее тоже вроде как пока нет. Он купил себе МКБ. Ну и пока тишина. Понятно, что Дрим не может просто взять и прыгнуть. Выходит на Рошана. Ну, просто Рошана бить тоже, наверное, не стоит. Ну, конечно, конечно. Тут просто... Ну, скан есть у Альянс, если что, не проблема. Пока скан от самих комбит, никого они не видят. Пока Альянс не понимает, что это Рошана. Они не знают. Хотя вот Смоук есть. Смоук есть. Сейчас он будет развеян. Все будет понятно. Ника Бэби с ультимейтом. Да, Смоук развеян. Походу, понимаешь, что... Но должны были понятны. Смоук есть, но не брошь, Пит. Ну, на Сталкер с ультимейтом, если что. Мужики, вы пробежали мимо Рошана. Смоук был развеян. И это самое нелепое убийство Рошана. Габид просто зашли, забрали и ушли. Врывается 33-й. Врывается Дримок отставил Сенжимает Блокенбар. Дрим, Хрансфера ставит и закрывает двух героев. Но там должен быть Оракл. Много урона по Найт Сталкеру. Алхимику почти убили. Ультимейт Оракл все-таки есть. И начинает Алхимик резать Войда в ответ. Войда больно, Войда очень больно. Войда убили. Войда сейчас появится. Что будет делать дальше? Гатум не Найтов. Если Свойд появляется. Дримликин Сфера. Пытается просто из драки уйти. 33-й убить так и не смогли. Алхимик врывается. Пытается под гад добить. Ставится Хрансфера. Там, видимо, был рефреш в момент убийства Рошана. Убивает гирокоптера мгновенно. Выкупается. Дрим пытается убить Фату Фата. В невидимости. Нет детекшена. Стоит там Сентри. Но его не достает. И Оракл. Войда идёт на себя. Врывается. ГПК очень опасно. Блокенбара нет. Полетела ракета. Есть Фисты. Все нормально. Параллельно 33-й тут воюет дальше. Есть Войт. Нажимали. Войт погибает без Байбека. Выкупается Гримник. И Бэйби готов прыгать. И на Шичло дальше. Он прыгает. Колбу нормально зарядил. Тут даже Блатор. Но мне Найт. Пытается уйти. Есть Форстав. Скивер. Но рассчитан был на то, что Форстав этом не будет. ФНГ спасал. Но ФонГ сейчас погибнет после Байбека. Это очень плохо. Это очень плохо. Вот Т4 ребята идут. ФНГ ещё живёт. Выкупается Эмбер. Надо КПК резать прямо сейчас. Надо резать. Надо наказывать. Потому что далеко пошли за ФНГ. Алхимика принимает. Ребята почти на фонтане стоят. Конечно, такое нужно. Постараться наказать больно Лимпу. ГПК просто бьёт. Есть Ремнанты. Пока их не используют. Рядом Магнус. Ремнанты у ГПК остаются. Он полетел дальше. Фисты появляются. Фистами добивает. Без Байбека. Гирокоптер и Найт Сталкер. Ника Бэйби. Идёт драться против Эмбера. ГПК под Хэмили Грейсом. Инксуэл. И Алхимика должны убить. Ну, конечно, Лаймс пошли в стиле СНГ Доты. Почти под фонтан. За бедным ФНГ. И не смогли его убить. Это жесть. Это жесть. И ГПК просто... Он... Опять их... Помнишь, был момент, где он чуть всех не убил? А теперь убил. Теперь он сделал. Доделал, так сказать. Значит, баунтеруны справа все так лежат. Я все смотрю на них. Надо бы прогуляться. Надо было бы прогуляться. Но просто всем пофигу. Ну и ладно. Как говорится, на Неда Суда нет. И гамбит все еще в игре. Я, на самом деле, думал, все, гага. Сейчас вот убили воида без байбека. Убили там еще кого-то без байбека. Ну, а Лаймс только что сами проиграли вот этот момент. Сами. Конечно. Сами. Они могли спокойно стоять. Начали ломать базу аккуратно. Через Алхимика заставить ГПК байбекнуться. И просто отойти. И они бы не потеряли бы героев. На кураже. На кураже. Знаешь, тяжело иногда становиться. Они начали любить умню. На, ты уже на это три убили. И, конечно, тяжело. Тут надо, чтобы кто-то четко сказал. Уходим, ребят, уходим. А там, скорее всего, наоборот было. И этого тоже. Дави. Дави бомжей иди в финал. Ну, вот пока бомжами стали. Ну, вы по другому поводу. На финале нет. Даже на лайн-то лезут. Смысла лезть большого нет тоже. Ну, слушай, байбек с Алхимика 20 секунд очень не хочется. Не, ну, мит отдать. А гиросе придется мит отдать. Придется не только мит отдать. Войт ДТ появляется. У-у-у. И сейчас, если гирокоптерный сталкер появится, это ДД все еще будет и можно будет закрыть хрону. Хански на их фото понимают, что лучше стоит здесь, потому что эмбер достанет возле Т4. Так, возможно, они пойдут и не только. Нет, нет, нет. Нет, еще какую-то вышку. Ну, нет. Да-да, да. Я думал, ты тронку. Нет, ну, трон, нет. На трон сил не хватит, а вот еще вышку. Ну, да. Ну, надо аккуратно. Барарар, а Кутрима. Ну, они знают, что гирос без байбека 10 секунд есть. Ну, Алхимик, РП есть у Макроса. Нужно быть аккуратным. На самом деле... Да, нет, нет, все. Окей, ну, нормально. Отлично. Отлично. Минус две стороны. На ровном месте Альянса дают. Это они должны были забирать, возможно, одну сторону, а то и две. Возможно, заставлять там трать кучу байбеков. И, возможно, уже праздновать победу, на самом деле. Но вместо этого отдают две стороны. Шрайна дают еще сверху. Классический башерлогейминг, две гирокоптера. А почему гирокоптер фармил, фармил, пошел в 33-й, и Снюка забрал всех крипов. Что-то такое швотки разбивает сразу. Ну, вообще-то говоря, да. Зачем он-то сделал? Те на что деньги? Ну-ка объяснись, как говорится, тысячного ранга. Ого, ну что это у нас? Давлен потом интересно. Ну, вот скачок отогоним полученный. Было все не очень бодро. Потом с убийства, смерти, ну, такой себе гирокоптер вышел, не особо эффективный. Пока что. Башер, башер, башер. Оооо. Оформила пятерка, гамбит, да. Это очень сильно. Это очень сильно, потому что ну, так выигрывают драки. И на самом деле ФНГ уже играл на гриме с этим хексом. Только он был тогда четверкой. На этом турнире вроде это был, да. Фаст хекс там был. Вообще быстрый. Минути на 30-й он уже был. Да, четверка, да. И там было жестко. Там он драки ссорил только так. Так что это сейчас может все очень плохо быть. Нет, вообще уже гамбит-то фавориты, да. Но они и по нетворсу ведут, и у них вообще все хорошо. Как бы воет в позднем лейте. Ну, и там и так понятно, что это очень сильно. Да и стороны они поломали. Кстати, а умника что? Там аганим, я помню, фармил. Аганим, рефрешер. Так аганим есть. Слушай, аганим рефрешер, ну там вообще никак не провить будет их. Если он доживет до этого когда-либо. А у него 90-й золотой минуты есть. Не понимаю. Никто не защищается. Ну да, типа без палива Альянса. Готовили атаку? Ждем. Да, смолк нельзя так выходить, конечно. Ну естественно. Естественно. Ну да, и вот эта вот поломанная верхняя сторона. Мид еще пофигу, потому что его легко отпушивать. Но верхняя, это мерзкая сторона, она так сейчас портит все Альянсом. Реально с базы тяжело становится выйти. Постоянно паливо какое-то из-за того, что там крипы. Их никто не отпушивает. И Гамбит начинает все контролировать. Возможно, следующего Рошана мы даже увидим в этой... Похоже. Может ли уверенности играть так? Дождаться еще и байбэк, и скорее всего Альянса хотят. И Эмбер хочет взять байбэк. Нападение на Ника Бэйби. Хекс на Ника Бэйби. Поливок на Ника Бэйби. Птичка на Ника Бэйби. Телекинез. Успел. Все-таки Оракл успел, успел. Но станет ли от этой Алхимикой лучше? Он ультимейт пока-то не включил. Магнус врывается. Магнус. РП будет. Будет. Но недостаточно. Недостаточно. Убивает Гримм Строка. Дримм живет. Живее живых пытается уйти из драки. ГПК больно. Ника Бэйби пробивает Эмбер. Эмбер на фистах. Много урона носит. Лимм выходит дальше. Дримм. Заходит Ам и Баши. Шичло назад. Есть Баши. И Шичло должны убить. Омни Найт без байбэка. Летит ракета дальше. Выкупает Сомни Найт. И что? Рубика. Рубика должны пытаться убить Рубика. 33-й. Врыв дальше. Больный Эмбер. Эмбер опасный. Эмбер без байбэка. Нельзя погибать. Немного случая. Эмбер на развороте идет. Дримм же здесь. Начинает бить Лимпа. Лимп остается без маны. Пытается убежать. Ника Бэйби. Ультимейта пока нет. Прокует таймлоки. В ответ Баши. Ника Бэйби. Лоу ХП. Под Солар Крестом добивает Алхимика. Байбэк Эйс не выкупается. Пока Кора Командайл Лайн. В погоне за Лимпом еще один ультимейт Оракл откатывается. Фату, правда, здесь убьют. Триплкил для Трима. Принимает также и Ханскина. Скивер есть или нет. Неважно, что Блэйд и Дэкшена нет на Магнуса. Совсем недавно этот Шадоблэйд появился. И уходит. Уходит отсюда Ханскин. О, тут, конечно, все так на тоненького. Там без байбэка умер Гримм. Потом два байбэка. Там Оракл байбэк умер. Алхимик байбэк дал. Жесть. На самом деле, жесть. Ну, такая игра. Тут уже все. Тут уже я вообще ничего не понимаю, что тут будет. А потом одной из команд еще надо играть. Гранд Финал. Хотя нет, ну вообще ладно. Войт сейчас купит бабочку. На самом деле, он просто начнет убивать людей. Вот где ему демиджа не хватает немного. Там уже Алхимика пробить будет хватать. Мабы слишком много дают. Опа, какая рунка полезная. Надо ТРП как-то Лайнс пытаться играть. Они хотят еще выиграть здесь. Хотелось бы, да. Сейчас от РП много зависит. И за счет того, что до Блэйда как раз Магглусе может рваться там 2-3 героя принимать. И в идеале это он не на и должен быть. Потому что если ты на это не принимаешь, все бессмысленно. Все не имело смысла. Рефрешер нужен, конечно, ему. Потому что одного РП уже не хватает. Другой вопрос. Что если ты даешь 2 РП, то вероятность того, что Рубик украдет 1 из 2, оно как бы очень велико. Скорее всего, он точно что-то украдет. Может дать в ответ. А РП от Рубика, ооо, это очень опасно. Ведь Аркан Супримиси 44% по-моему Амплифайя длительности. Там секунд на 6 встаешь. А за секунд 6 как бы Войт, скорее всего, убьет просто всю команду. Так, ну слушай, и тут Гамбит. Недсталкер Магнус и Фезлос Войт с байбэками. То есть Гамбит даже отчасти рискует. Дождемся ли мы рапиры в этой игре. В принципе, возможно и такое, по-моему. Львов, он как раз таки с байбэком, то есть это плохая цель для Уорокал. Уорокал-то не живой, поэтому... Но Герокоптер сейчас выкупится, если что. Хроносферы не будет, и тогда Гамбит им нужно отсюда будет бежать. На самом деле опасная ситуация для Гамбит, реально опасная. Ну вообще да. Сейчас могут их подсадить на РП какое-то. Ну, игра о том, не на это, что у нее есть ультимейт 10-секундный, да. Ну, надо... Что, выкупаться никто не будет? Меня ждут Грейс, я уверен, и сразу, как закончится, сразу нападут. Врыв от Ника Бэбель, Никинсфера дропнута, выкупается Герокоптер, Алхимика, понятно, тут убить не получится, врывается 33-я, га, все-таки есть. Но погоню нужно просто продолжать, просто идти дальше и хоть кого-то принять, шичло. Эмили Грейс на себя, Дрим начинает драться, пошел Солбинт, выходит Ханскин, пока позиции нельзя найти. Можно убить Дрима, можно было убивать Дрима, но как-то вот Магнус решил пожалеть, врывав дальше на Дрима. Дрима, этот раз нажимает Блокенбар, начинает Сатаником отъедаться, летит ракета за ним, прыгает и Ханскин, БКБ не бесконечно, Ханскин дает еще им пауэр, и параллельно ракета долетает. Есть форстав, есть шоквейв, но пожалел Ханскин изначально РП, это Дрима позволяет, походу, выжить. Все это атаку или нет, дальше погоня продолжается, вырывается Эмбер, оказывается Сайлансе, нажимает Блокенбар, разлетает кулдаун, урона много, но Войда убить не получится, Айлайнс уже в панике, отходит назад, и там база горит, нужно Айлайнсом бежать, защищаться. Трон падает, да, да-да-да, и зажали скиллы, не стоит, наверное, жалеть, с другой стороны, конечно, у Войда байбэк был, то есть, опять же, ты его убиваешь за РП, он дает байбэк, ну а что, а так ты вообще не убиваешь, и появляется Рошан, у вас там падают уже Тир-4, с базы выйти тяжко. Ну, Рошан уже здесь, сейчас будем смотреть, что будет здесь происходить, РП. Айлайнс положился. А, потому что нет Га, он вернет. Всё, 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 я прав, ты прав, вы правы, сэр. Вы правы, сэр. Хрон нет, Га нет, Айлайнсы, ну, они всегда не успеют. Не понимают ничего. Я думаю, они это понимают, только как им выйти по-хитрому. Нет, в смысле, просто прибежать сюда, время есть. Крепы отпущены сверху, более-менее. Ну, какая-то минутка на драку у них есть, ну, а противника нет скиллов, надо было идти. Сейчас войдут с агонимом, это имба, конечно, будет. Там колдаун резко будет уменьшаться, не 140, а будет 60. О, это да, это грязь. Ну все, тут просто гамбит сейчас будут за охрона методично убивать по одному герою. А учитывая, что байбеков, то альинс почти нет, кроме Магнуса. Игра может закончиться в ближайшие пару минут на самом-то деле. Если сейчас просто убивают алхимик и геррокоптеров, все, конец. Выходит Рим, ну тут вард есть, но смоук, опасная позиция, что у тех, что у других. Ну и, по-моему, Ханскин. Ханскин тот сейчас герой, который должен выигрывать игру. Врыв на Оракл, пытается его быстро убить. Без байбека, это важно на самом деле очень тоже. Ханскин на Магнусе. Ну давайте смотреть. Гамбиты идут, гамбиты идут. Трон, даже не мега-крипов. Выходит алхимик, полетел Найт Сталкер. Врыв, попытка быстро убить Омни Найт. Омни Найт реально могут убить быстро, работает Омни Файер. Да, этого хватило, Войт без. Грансферы ставится, РП попадает по двоим. Телекинез дабл сразу же от Рубика. РП не воруется, пытаются добить алхимик. Алхимику больно, алхимик погибает. Найт Сталкер там же. И, похоже, Гамбит в гранд-финале. И Салван Гамбург, да. Дожали, дожали. Невероятно тяжелая карта получилась, но... О, валидол. Лайнцы покидают турнир, занимая третье место. Валидол, но я говорил, что Гамбит молодцы. Гамбит были достойны выиграть эту игру. О, они реально лучше все делали. Они играли гораздо лучше, смотри, как радуются. Молодцы, молодцы. Не, молодцы. Они намного лучше все делали. Ну, то есть был момент, когда вроде Алайнцы уже могли победить, но ты в глубине души понимал, ну, Гамбит вроде играет просто сильнее, если посмотреть. Да, намного, намного лучше. Они вот как бы у них были какие-то ошибки, были косяки, но в сумме, в общем, ты видишь, что они гораздо все грамотнее делают. И Алайнцы только за счет своего драфта держались. То есть драфт у них очень сильный, как раз. Если им правильно играть, мне кажется, что этот драфт более сильный, чем то, что было у Гамбитов, ну, соответственно, где-то там в мидгейме. Ясное дело, что в лейте шансов мало, потому что воет килл любого. Он как фантом, только воет. Ну, не КББ, но опять. Он опять, как я говорю, залил, на мой взгляд, в своей команде. Его была игра. Все было супер. Ну, а что здесь не так? Он же вроде все собрал. В смысле? Да просто ходи, убивай людей. Там, ну, говорю, момент, просто один момент, его одного достаточно, чтобы понять все об этой игре. Ты же не мог, ну, как бы, ты под микроскопом игру не рассматриваешь. Ну, когда вы, только что было потрачено Га и Хрона, и все, чтобы забрать Рошана, и Night Stalker бежит вперед под Солбиндом, а Алхимик убегает назад. И они вот так вот, как бы, понятно, кто кого куда тянет. Как бы 33-я тянет к победе, а Ника Бэбель тянет куда-то туда. Два антисичных пика и две победы Гамбит вырывают, потому что был момент после того, как мы видели стадию драфта на второй карте, что все, все закончится. Но не тут-то было. Мы увидим Гамбит в гранд-финале. Я вас поздравляю, господа. Да, и я вас также. На самом деле это очень круто, и карта эта, это то, чего мы ждали вообще от финала нижней сетки, позволю себе заявить. Все в ней было, как и на этом турнире, казалось бы, да, но ее было интересно смотреть, по крайней мере, на контрасте с первыми двумя. Если в первых двух все было сразу понятно, то тут, вот, Митяй, ты как раз эту мысль, да, за кадром озвучивал. Было огромное количество драк, которые вроде как ничего не решали, да? Ну, можно было вырезать минут 20, и вы бы получили самый сочный матч в доте. Да-да-да, типа того. То есть, ну, круто, не знаю. Я расстроен альянсами, вот, особенно моментом на Рошане. Это полный шлак. Не знаю, нет другого слова у меня, что писать ситуацию, потому что все на Тойникова, на Равникова, где-то крутые мовы от одной команды, где-то крутые от другой. Там большой респект Оракуу за игру, за то, что он делал во всем этом деле. За то, что он был. Да, большой респект Омни Найтус, его Форстаф, Омшачлова, Максимка, лучший. Все, типа, здорово. Форстаф – это самый полезный артефакт этой игры, однозначно. Скорее всего, это так. И вот все замечательно, все здорово, но логическое завершение должна была игра получить на Рошане, который случился очень глупо. Правда, гамбиты потом вернули должок, но все равно, когда бежишь в противник без всего, то в смоках около Рошана смок исчезает, и мог бы проверить этого Рошана, зайти туда, посмотреть. Они убежали куда-то дальше, что-то ничего не нашли. В общем говоря, я думаю, они потом посмотрят реплей и расстроятся от того, как интересно все там получилось. Потому что потом, конечно, Войт, у которого не было байбэка, у него лишний эггист, лишний рефрешер, лишний сыр. Они даже это почти переселили, но не хватает.